Остались считанные дни до судьбоносного домашнего боя кикбоксера Александра Захарова. Чемпион мира 2015 года на этот раз будет оспаривать право носить титул чемпиона Евразии по кикбоксингу среди профессионалов. Оппонент Александра в ринге – боец из Южной Кореи. О смене противника уссуриц узнал меньше, чем за месяц до боя. Первоначально против Саши должен был выступать японский спортсмен. Японца конкретно я не знал, готовился ко всему. Сейчас конкретно тоже готовлюсь ко всему, потому что ни одного боя в ютубе этого корейского спортсмена я не увидел. Их там нету, хотя рекорд у него очень неплохой, там за 30 боев. После победы на ноябрьском чемпионате мира Захаров немного отдохнул и начал активную подготовку к бою за новый титул. Домашние тренировки сменили несколько недель сборов в Перми. Вся работа была направлена на боевую практику. Противниками Саши стали чемпион мира по кикбоксингу Максим Смирнов и чемпион мира по боксу по версии IBA Рустам Ногаев. В спаррингах спортсмены встречались трижды в день. Интенсивный период подготовки включал также силовые тренировки. На Дальнем Востоке ему очень сложно найти спарринг-партнеров. Естественно, из-за этого мы выехали в западную часть страны, где проще договориться с парринг-партнером такого уровня. Ну, даже и посильнее. Дома тренировки у Захарова пошли на спад. Вместе с Сашей в зале кикбоксинга к бою готовится еще один уссурец Игорь Евтодиев. 20 февраля ему предстоит провести рейтинговый бой среди профессионалов. Вместе с ним в ринг выйдут еще несколько местных бойцов, которые откроют вечер схваток. Это очень тяжелая работа. Вы сами видите, это чемпион мира. Ну, с ним очень тяжело работать, но также очень приятно, потому что набираешься опыта, перенимаешь от него что-то. Очень интересно. Да, мы на него работаем, потому что хотим, чтобы он добился всего, чтобы победил в этом бою, поэтому работаем на износы. Также в ринг выйдут местные спортсмены Роман Беширов и Сергей Ранев. 20 февраля в 19.00 каждый сможет поддержать уссурийских бойцов и стать свидетелем титульного боя. Ринг разместят в зале Дома офицеров. Там уже можно приобрести входные билеты.